Итак, мы продолжаем массаж шейно-мортиковой зоны, сет номер 3. Значит, сделали эпалеты, вернулись назад и установили кулачки вот так вот напротив трапециевидных мышц. Теперь мы их расслабим, немножко провибрируем. Для этого делаем прищепку между пальцами, вот сюда зажимаем эту мышцу и вибрируем от соседних отростков, как можно больше, длиннее, до косточек этих доходим. Для этого желательно, ну если вы будете рукой вибрируем, то вам будет тяжело, встанет запястье рано или поздно. Поэтому я предлагаю вибрируем все-таки корпусом и создать прямую линию с предплечем и локтем. Вот, мы чуть-чуть присели, да, получается вот, вибрируем всем плечом. То есть у нас плечо, по сути, является движущим элементом. А вторая рука просто зажата. Одной рукой прошлись, второй рукой прошлись. Одной, второй, потом вместе и потом побольше вот так вот растрясли их. От, следующий прием, от центра, где вот ассисты отростки, да, идут два валика мышц. Вот мы их стараемся от центра отделить. Опять идем сверху, вниз. При этом желательно еще голову чуть-чуть доворачивать, чтобы сильнее было отделение мяса от костей, так назовем этот процесс. До самой лопатки доходим. Если идет как раз мышца, элеватор скаполус, она вот туда к лопатке цепляется. И в противоположную сторону. Отделили. Поставили кулачки обратно. И теперь с упором. Вот опять у нас упор идет туда, в тело человека. Препендикулярно прямо в него. Получается, у нас работают все поездки с кулака. Эти, эти косточки, эти косточки. Достаточно болезненно. Доходим до черепа, натягивая на себя. И как бы отрезаем вот эти мышцы от центра к краю. То есть движемся перпендикулярно оси позвоночника. Вот так вот мы разрезали, да. Кулачки остались на месте, но руки превратились в лапу леопарда, который сейчас будет делать шестеренки. Шестеренки это вот такие движения по очереди. То есть мы поднимаем его мышцы. Раз, два, три, четыре. Видите? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делаем. Получается, сколько получится проходов. Раз, проход. Два, проход. Три, четыре. В сторону к черепу натянули череп. И в обратную сторону. Теперь лапа леопарда натягиваем череп на себя. Как можно сильнее. Поскольку это декомпрессия, это может даже отойти назад. Всем корпусом тела своим подтянуть. Тянем. Тянем на себя, добавляем вибрацию. И тут же наши пальчики становятся вокруг ассистых отростков, по основанию черепа, очень удобно на культурной точке, которую мы по очереди прожимаем. мизинцами, безымянным пальцем, длинным пальцем каланча, указательным пальцем. И точка, где крепится череп, куда входит позвоночник в него, забирая как можно глубже в ту точку, делаем такой крючок, ну, любым пальцем, каким, какой у вас получится. Этим, значит, этим, и этим. Делаем крючок, как вы одеваем череп на него. И вот эту точку, как ты называешь ее, точку Буду, а точка Конфуция, проибрируем так сильно, как будто бы оттягиваем все равно. Точку повыше, у некоторых в мозгах даже там чувствуется, да? Раз, грини. И под косточкой под этой. То есть получается, вот, косточка, этот выступ у черепа есть, да? И вот до этой дырочки у нас получатся три точки. Раз, два, три. Ну, например, вот этим пальцем показываю. Чувствуешь, да? Вот, прошли указательными и синими пальцами в обратную сторону, обняли весь череп, промассировали всю кожу черепа, у кого есть волосяные, волосной покров, можно за волосики подергать, так, пощипать немножко. И установили руки на точке над виском, вот, до угла. То есть вот от линии уха, да, к глазу идущей и до вот максимального места, где уже, как бы, мягко заканчивается, да? Эти точки с такой легкой вибрацией пронести назад и дотянули до шеи и туда ушли вперед, в подключичную зону. Но делаем это, естественно, одновременно, некоторыми, двумя руками. Таким образом, мы снимаем гетосуистую дистонию, дополнительно стимулируем акупунктурные точки и прогоняем лимфу. Лимфа идет вот так вот за ухо, и вот туда вот уходит в подключичную зону. Есть еще акупунктурные точки за ухом, прямо непосредственно вот тут прожимаем их вокруг всего уха, заканчивая на месте соединения уха с кожей черепа, продавливаем эти точки. Переходим на все ухо. Сначала его размяли, и потом акупунктурные точки. Как я вам уже говорил в предыдущих видео, ухо это перевернутый зародочек человека. То есть, вот тут у меня находятся глаза, уши, вот голова, вот шея пошла, хребет, позвоночник, поясница, крестец, вот тут копчик. Так что, вот по внешнему ободку уха все эти точки продавливаем. Многие спрашивают, а зачем ты уши массируешь, если я заказывал массаж спины? А это вот как раз акупунктура, это по закону глаголофической реальности Вселенной у нас многократно эти точки повторяются в внутренних органах и на спине, и на черепе, и на ухе, и на ладонях, и на каждой фаланге пальца, и на стопах, и даже на радужке глаза. Вот. Потом проходим точки по внутреннему ободку уха. Еще раз продавливаем. Далее, есть точки, где вот соединяется челюсть нижняя, с верхней челюстью, вот рядышком, прям рядом рядом, три точки, раз, от козелка уха они идут, раз, два, три. Их промяли. Ну, полностью точно массаж мы же не делаем, да, это просто так вот условно. Разогрели уши, защинив их между пальцами, как прищепка, округу. Убираем лимфу опять вот туда. Тут уже мягкие техники, мягко-мягко, не сильно. в подключичную зону вот туда вот вводим, стимулирующую и щитовидную железу дополнительно. Человек расслабляется. Расслабили его голову. И пройдем все точки, как продолжение позвоночника. Они идут и у нас по черепу. Примерно по оси черепа, отрезаем пополам, да, по сантиметру отходим от него в каждую сторону. И через каждые два сантиметра у нас идут оккупультурные точки. В шоу-линии на них рисовали иероглифы, как раз на этих точках. Пока нажимаем условно, приблизительно мы их ищем. Ну, при сноровке и при опыте вы поймете, тут почувствуете, что есть такие ямочки, шишечки на черепе, как бы случайно в них будете попадать. Прошли опять же точки на шее. Здесь есть аккупультурные точки, вот прям по центру шеи, да, где третий позвонок идет. Сбоку от него надавливаем и держим. Потом от него совсем сбоку, вот тут, где плавающий нерв, есть тоже точка. Прожимаем ее и держим. Ну, держим буквально пять секунд, десять секунд. Потом есть точка под вот эту мышцу трапецию, приподняли и под ней прямо в тело, вот туда почувствуете такой шарик. Продавливаем вот эти точки, они достаточно болезненные, но зато они облегчают, чувствуешь, да? Они сразу всю группу плечевого пояса расслабляют все мышцы. Точка по центру, трапециевидная мышца вот, то есть, да, визуальному центру. Точка места крепления трапециевидной мышцы, точка уголка лопатки и вот лопатка, да, вот точка где-то вот посередине лопатки, вот тут получается примерно. Тоже прожимаем, чувствуешь, да? Вот они чувствительные, да. Разогнали кровь, чтобы не оставалось синяков на этих точках. И далее мы вот делаем из двух пальцев такой перенажер, как бы массажер, да? Как шестеренка, вот он всеми косточками массирует шею. Иногда у меня даже спрашивают, ой, а чем ты это? Где ты взял там приборчик такой? Промассировали. И уходим к пояснице для завершения нашей техники, если у нас массаж спины. Если массаж шейно-вротикоза мы сделали, да, то мы говорим, что все, свободно, клиент готов, можешь вставать. А если мы сделали массаж спины, да, то мы возвращаемся туда. Так я пройду. Возвращаемся. И тут у нас будет сет номер 4. Это возврат, такое завершающее движение нашего массажа, когда мы целиком его всего согреваем или мы переходим к мануальной терапии, к мануальному воздействию разблокировки костей, если клиент это заказывал. Если не заказывал, а только просил массаж спины, то им мы и завершим. Но об этом в следующем видеоролике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...